Прием-прием, здарова всем, с вами Хилл Хёрдс и это у нас игра Cyberpunk 2077. Да, доброе утро, Night City, как пропустить эту хрень? Итого, во-первых, я выражаю огромнейшую благодарность Кошаку за то, что он подогнал данную игру. Большущее спасибо тебе, Кошак. Ссылка на его канал, разумеется, будет в описании. Ну, я думаю, вы и так все его знаете. Итого, давайте теперь потихонечку, помаленечку. Я уже сегодня пробовал писать Cyberpunk 2077. Сразу хочу извиниться за упоротый звук, потому что я сейчас пишу не в OBS. У меня нету фильтров, благо у меня более-менее неплохой там микрофон, все дела, так что собственный уровень шума будет по минимуму, как смогу обработаю. Сейчас у меня звук пишется только один в левый канал уха. Мне потом на постобработке придется это все делать, переделывать, перезаписывать. Еще так, у меня запись идет, а то тут разглагольствую, да, запись идет. Еще из интересного, OBS вообще ни в какую, я полтора часа сегодня пролюбился с Cyberpunk, чтобы его захватить. Ни хера не работает. Ни в Full HD, ни в 2К разрешении, ни хрена. Я просто орал, как сатана сутулы. Ну так вот, пришлось поставить GeForce Experience, этой штукой все восхитительно захватывается. Ну а там дерьмовый звук, вот. И с этим дерьмовым звуком нужно что-то было делать. Сейчас вот-вот. Буду драться потом на постобработке, постмонтаже. Стримить Cyberpunk точно не получится, потому что через вот эту GeForce Experience я стремить не буду в любом случае, а OBS не хочет захватывать. Ну так вот, давайте начнем новую игру. Я выбирал высокий уровень сложности. Поехали потихоньку, помаленьку. Я начинал за кочевника. Я так понимаю, если выбрать разное начало, будет разный сюжет. Вот за корпората было бы интересно. Ну давайте, как я и начал в первый раз, начнем за кочевником. Так, здесь надо сейчас будет настроить персонажа своего. Я не знаю, почему мне всегда дают какого-то не очень. Давайте пресет какой-нибудь возьмем интересный. Ой-ой-ой, мать моя. Ладно, этот не очень плохой. Цвет кожи я немножечко его более толерантным сделал. Тип кожи немножко вот убрал всякие проблемы. Прическу я тоже красивую выбрал. Слушайте, если я буду вправо. Ой-ой-ой, какой секси-мен. Ну это какой-то из BTS мужчина. Как его вертеть? Вернуть. А, вон. Какой-то из BTS сбежал. Я такого не хочу. Это красивый, но нет. Ну, давайте, наверное, я не знаю, быстренько сейчас что-нибудь сделаем. Какой-то Ragnar Lodbrok получился. Lil Pump. Ну давай, вот, макаронину сделаем. Так, цвет волос я хочу более человеческую, приземленную. Хотя киберпанк... Ну нет. Давайте, как будто он... Есть зеленый, как будто он кристалл из Common and Conqueror. Хорошо. Глаза. Глаза я хочу себе... Красивые вот такие глаза. Давайте вот такие. Вот, нет. Нет, не очень красивые. Нормально. Не-не-не-не, не очень. Во, хорошо. Брови на выкате. Цвет глаз хочу голубоглазого. Можно сексу. Ой, какой он красивый. Брови, брови давайте более мужественные. Хочу бородатые брови. Ну то есть очень волосатые. Ну чё они выщипанные все? Ну я не верю в это. Во, нормально. Цвет бровей. Нос. Нос какой. Хочу хороший нос себе. Ну, слишком красивый. Ой, курносый. Ой. Не. Не, ну что за клюв? Ну, простите, если чё. Я осуждаю себя. Рот. А чё с ртом? Ой, чё-то какой-то крик перри это? Неравномерный. Можно у меня ровный? Наверное, из-за шрама. Давайте вот такой. Так, челюсть. Ого, ещё и челюсть можно поменять. Ну давайте вот таким сделаем. Так, уши. Ушки я хочу красивые. Вот так, вообще супер. Борода. Бороду хочу более-менее, ну такую, знаете, не сильно ухоженную. Потому что, ну камон, кто в киберпанке там? Живут они себе вот это вот. За бородой ухаживают. Ну, честное слово. Без бороды? Ну, давайте вот. Ну, это слишком красивый. Какой-то рэпер. Ну, ладно, фиг с ним. Такая. Стиль бороды. Стиль бороды, не знаю, что это значит. Давайте вот такой оставим. Фиг с ним. Цвет бороды, ну, белый вот такой. Давайте красноватый. Отлично. Я берем планты на лице. Вот эти штуки не хочу. Шрамы на лице. Давайте уберём. Татуировки не хочу. Вот пирсинг? Ну вы что, серьёзно, что ли? Пирсинг на лице? Нет, я против всяких лишних дырок на теле. Зубы. У какой. Лё какой. Давайте обычные человеческие зубы. Макияж глаз. Ну вы серьёзно? Какой? Какая подводка? Мы же не за женщину играем. Так, губы нет, макияж скулл нет, изъяны. Честно, не знаю, что меняется. Ладно. Ногти короткие, длинные меняем. Цвет ногтей я менять не буду, потому что я попытался поменять, и я чуть с ума не сошёл. Нифига себе, можно сразу всё. Вот это я не знал. Можно соски убрать поставить, но соски мы любим. Так, шрамы на теле, гениталии. Так, тут, короче, надо будет закрывать. У него есть писюн один. Давайте я просто может попой покажу. Ну ладно, просто возьму себе первый писюн и размер пениса по умолчанию. Не буду слишком большой делать, ну просто самый средний стандартный сделаем. И темная стрижка ещё есть. Ну, блин, я даже не знаю, тут сердечки, вы конечно же это не увидите. Какая грязь. Ой, простите, ладно. И, короче, я как прокачался, я прокачал себе реакцию, интеллект и хладнокровие и силу. Я буду силачом. Там я знаю, я у бабки смотрел стрим много стелса, много всякой херни. Я против этого. Я, короче, буду вот так. На силача. Так, сводка. Ну, я готов. Да, давай. Вип, предыстория, кочевник. Великолепно, нам подходит. Погнали. Ещё русскую озвучку поставил. Сначала играл без неё. Я не знал, как её поставить. Потом у бабка мне на стриме рассказал. Я поставил, ещё 5 гигов скачалось. Ну, ничего, зато всё работает. Ой, какая же грязь. Какая же грязь. Ну, вот, ща хотя бы не лагает. Модуль электросцепления. Когда я приехал, ты сказал ничего серьёзного. Я специально уточнил. Так, добро пожаловать. Добро пожаловать. Поговорите с механиком. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий кочевник крутится у границы. Угу. Так. Ну, давай я сам всё починю, братан. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? А чё всё такое пересвеченное? Я думаю, думаю. И что? Не болтай мне под руку. Вот что. Секундочку. Звук у меня остался. Графика. Звук. Да, давайте ещё громче сделаем. Вы потом, если чё, скажете. Плохо, неплохо. Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет ещё. Твоего мнения не спрашивали. Не, знаете, намного лучше стало. Но я на секундочку проверю, идёт ли запись. Давайте сейчас. Альт-сет. Первый раз шадоу-плеем пользуюсь. Вроде бы всё работает, не поверите. Ну ладно, продолжаем. Так, садимся в тачку. На прокачку. Давай, братан. Запускай. Ну, вы знаете, я русский. Если много тыкать, оно всё заведётся. Ещё надо стукнуть. Не пойму, он ещё газом, что ли, работает? Вопрос только, сколько выдержит? Да, найт-сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Ну вот, как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы ещё на швачку всё прилепил. Главное работает. Вот именно. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь. Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал, думал он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Я, может, сделаю вид, что я его не вижу? Тебе не говорили, что в городе Пятом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Да, забыл. Я вообще не планировал заезжать, но сцепление подвело. Да, уж всё время что-нибудь да подведёт. Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда, нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? Шо он прикопался? Я сам по себе. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда? Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Видимо, желтый – это сюжетный диалог. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Не, ну в принципе, гордитесь. Я, наверное, не буду быковать, просто поеду. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и я отсюда. Звук изоляции – мое почтение. Так, ну все, поехали. Врум. Ой. Больно в ноге. Трррр. Тррр. Тррр. Лё, как господи. Ну, кстати, с Shadow Plane намного лучше все пишут. Ты чё, какая машина? Можно я своровать? Братан, задний ход. Можно эту тачку взять себе? Блин. Ой. Я… Мать моя. Я проиграл, проиграл. Твою-то мать. Меня стрелять будут. Не стреляйте, пощадите. А, сложно управлять. Я не думал, что тут такое плохое управление. Нужно спрятаться. Замести следы. Тека им сила Джонни. Они нас заследили. О, всё ломать можно. Ну, вы понимаете, как мы уже будем играть в эту игру. Так, поехали на радиовышку. За мной вроде пока никого нет. Не выехали. Яркость просто отбитая в игре. Всё? Меня больше не видят? Ладно, надеюсь, всё прошло хорошо. Так, приехали. Так. Выкидаем транспортное средство. Нажимай. Закрылась. Ну, давай выбивай тогда. Чё-нибудь можно здесь интересного посмотреть? У меня пока даже рук почему-то нету. Я, походу, никуда не могу зайти. Что вот это за пилик-пилик? У меня пейджер, что ли? Ну, пойдём тогда на вышку. Вон, видимо, Найт Сити. А, мне, наверное, вот сюда надо было залезть. А, прям он сразу притягивается. Офигенно удобно. Как выглядит распределитель? Полагаю, это оно. Только не говорите, что мне взламывать сейчас придётся чё-то. Давай. Привет. Приём. 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 А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Почему? Почему это? Ты бросил клан. Я тебе больше не поможет. Не знал, что ты такой пугливый. Я принципиально. Правило есть правило. Без них система работать не будет. Кочавники получают здесь работу, потому что это их земля. Если бы ты был с бакерами, проблем бы не возникло. Надо было присоединиться к змеиному народу, когда твой клан так решил. Змеиный народ может пойти нахуй. Да, тут оказывается ещё и ругательство есть. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз? Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут никакой связи. Хм, окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на местные встречи? Меня сцепление накрылось. Я и до сюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждёт тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Не, ну, в целом, неплохо. Сейчас, наверное, ещё попробую графику подкрутить. Так, давайте, пока мы не начали, я сейчас графику накручу. Сейчас надо опять на паузу всё пос... Вроде бы я чуть-чуть поднастроил побольше. Графония, детализации накинул. И всяких аберраций и глубин резкости накинул. Посмотрим, насколько будет хорошо. Так, ну, блин. Пока что ничего не понятно. Можно взять? Чё это такое? Ну, я же вижу. Ну, какую кнопку присесть на С? О, я сразу в режим стелса. Я же вижу, что я могу это подобрать. Нельзя. Ладно. Ладно, жалко. Могу прыгнуть и не убиться? Могу. Я паркур в детстве изучал. Хорошо. Главное, чтобы никакой коп на меня сейчас не напал. О, у меня ещё и выносливость есть параметр. Блин. Ну, not bad, not bad. Чё сказать? Так, куда сесть? Куда ехать? Далеко ехать? Блин, очень прикольно. Тупо, не знаю, ГТОшка. Мне кажется, я так залипну в эту игру. Буду дрифтить, как меня в детстве учили. В школе вождения. Главное, ничего не сломать. Поехали, 800. Это я люблю. Фрум-фрум. Блин, клево. Ещё бы теней, нормально. Запилить. У меня кто-то запалил. А в чём проблема-то? Может, немножко поездим по равнинам? Поглядим, чё, куда можно доехать, приехать. Благо, бензин у меня вроде бы много. Возможно, даже бесконечно много. Ладно, можно машину убить. Какой-то оффроуд начинается. Я не готов. Я не готов к такой фигне. Диагоналочка. Поехали дальше. Ай, больно в ноге. Ну, слушайте, 60 фокусов плюс-минус держится. Перезагрузка компа. Часть прополем решила. О, может быть, можно было ехать по дорогам? Ну, я не знаю, как это. Вон, наверное, дорога. А, да, слушайте, даже навигатор есть, забавно. Попробуем прорулить по красоте. Чё-нибудь написано? Интересно, знаки перевели. Найт-сити. Блин, мне не туда. Ладно. Поехали тогда. Ускорений нет, жалко. Можно вид из машины менять. Подальше, поближе от первого лица можно бахнуть. Охренеть, даже звукоизоляция меняется. Но я люблю, когда, знаете, врум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет, как-то спрости. Ты был мне как брат. Так, чё пишут? Keep out. Private property. Ну, это мы посмотрим ещё. Private, не private. Ну-ка, выходи. Можно ствол? Опа. Ой, я думал, это гадюка ужана. Это, короче, какая-то... Кибер... Киберпровод лежит. А чё с фэпусами? Взять. Я всё возьму, не знаю, зачем это мне. Слушайте, здесь пипец, 38 кадров. Что за дела? Я не знаю, будет ли у вас счётчик поводиться, но... Когда я навожу... 37 фпсов. Когда я навожусь, видимо, на какие-то эффекты освещения, фпс просто улетают. Ну ладно. Ну, видимо, да. А ты... А я-то? Джеки Уэллс. Вид? Тебе кажется, надо перевести какой-то груз? Там, откуда я родом. Сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Ну, давай. Ну ладно, тогда начнём с тебя. Я родился в Найт Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чём не говорит. Я не был в Найт Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра, или хотя бы двоюродноплемянник. Ха, да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже. Вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везём? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашёл. И передал дальше, вот и всё. Этот, эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать, а в том найдут ли до того, как он пересечет границу. Ну тогда тащим. Ну давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось ещё тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудила. Угу. Да уж. Тяжёлый, сука. Я за рулём, надеюсь? Ну так что, едем? Можно какой-нибудь ограничитель скорости? Потому что машину носят как не в себя. Я, конечно, мастер вождения. Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. На поворотах подлагивает. Тридцать фапосов, здорово. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанды? А ты что, нервничаешь? Нет? Ха, ха. Порфавор. А, мы границу будем пересекать. Ну, может немного. Да не ссы, брат, всё нормально. Охренеть, блин. Охренеть, блин. Первая игра, которая насилует видеокарту. Мы почти у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорим буду я. Я бы поиграл на этом. На, в это, на PS5. Я думаю, мы без проблем всё проедем, провезём. Почаны, здорово. Хорошего дня. Счастья, здоровья. Да. Нам ждать надо? Видимо, да. Можно побибикать? Набратьте машину на контрольную полосу. Ну, давай, без проблем. Можно его задавить, интересно? Оставайтесь в машине. Сейчас начнётся проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Да всё нормально, неси, брат. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. На бумаге. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Ааа, так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Ммм, чингада матры. Что теперь? Хе-хе-хе. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? Ааа, да. Хе-хе-хе. Из головы вылетело. Нормально. Ага, вылетело, конечно. То есть у них все схвачено. Хорошо и хорошо, ребята. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Ну давай. Окей. Братан, куда идти? Вон туда. Да вы такие модные. Если есть оружие, положите его сюда. Так, куда? У меня нет стволов. А у меня есть оружие? У меня оружие есть? Нифига себе. Зайдите в комнату номер два. Кто там стонет? Он смотрит на меня, то что я на него смотрю. Мультики. Ееееее. Комната два. Я понял, поехали. Садитесь. Бумаги. Давай попробуем так. Может быть. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Ну вот. Еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? Ну, не на один. Нет, нет клана. Я работаю на себя. Смело? И не слишком умно. Честное слово. Смотрю на таких как вы и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Ну, хорошо. Ну, зачем лишние проблемы, если? Не забудьте забрать свои личные вещи. Без проблем, мужик, все. Хорошо. И добро пожаловать в Найт-Сити. И вам всего хорошего. Где ствол? Нельзя достать. Ладно, давайте уедем, потом вернемся, расстреляем их. Да все нормально. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Братуха, газуй. Ну, говори уже, чего там у вас было? До таможенника козел прицепился. А не должен был? Ну, не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Ну, мне кажется, будут. Можно я пролю? Я лучше рулю. Кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки. Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Ну, давай я буду отстреливаться. Так, достать оружие Альт очень удобно. Ё-моё. Как же ужасное управление реализовано. Так. Бэм, бэм, бэм. Сюда иди. Не знаю, куда, куда-нибудь буду стрелять. Есть. А сколько в нем хватать, дядь? Тебе смертный, что ли? А, можно машину взорвать, по идее, было бы. Не уверен, но походу можно. Господи, как же тяжело контролить ствол. Я буду пытаться. Мышка просто плавает как не в себя. Надо с этим разобраться, жопушником. Минус один. Можно просто машину сломать и все. Этим я и займусь, так будет надежнее. Ну давай. Не достреляй. Они когда-нибудь взорвутся? Не, я бы лучше вел, нежели стрелял, честное слово. Такое ощущение, что какая-то дерьмовая акселерация в мышке стоит. Все или нет? Они новую машину подогнали. Походу это бесконечно. Патроны, благо, бесконечные вроде бы. Блин, как же тяжело управлять мишкой. Зря деньги отдали. И дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою мать. Ласточку помял. Все должно было пройти гладко. Без проблем. Да че ты завелся? Всякое случается. Хватит. То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. А ну это я обосрался. Это хаментаре дикола. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть? Или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Мне кажется, там части тела чьи-нибудь. Открывай. Думаешь, краска? Ну давай, мне тоже интересно. Твою мать. Тут написано Аросак. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамось. Игуана. С малых антильских, наверное. Я не уверен, что хочу трогать. Ну, типа мне кажется, лишнее. Каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Ну, все-таки надо трогать по сюжету. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержат. Семья там, например. Может и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще напарник. Эй! Какая она ласковая. Ну давай пожмем. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Она же укусит его. Или все норм? Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по сто человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бо-Абоа. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство регент Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать. Чего ты начинал и откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Не, ну по-моему очень даже неплохо. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Ну давай, давай. Хуже не будет. В кои-то веке придется воспользоваться флешкой и пройти обучение. Не очень люблю обучение, но куда деваться? Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. У бабки какая-то девка была красивая, а у меня мужик какой-то. Этот курс разработан для отдачи мне основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чего вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. О. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел, пошел, пошел. Куда воевать? Давай быстрее. А, снова боя. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Блин, ну как тяжело стрелять, когда вот ты целишься, у тебя 50 фпс, когда в прицел 30 фпс, это же незаконно. Может, тогда немного поднимем планку? Блин, это невозможно стрелять в 30 фпсах. Как люди на консолях играют? Что ты стоишь? Беги в укрытие. Штабы оси укрытия защитит тех, кто придумал это управление. Ну, типа, это же неудобно, невозможно стрелять. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реанимацию. Куда доставать? Икс, господи, кто придумал управление? Ну, я восстановил. Пойдем. Паркур учить будем. Он решил захватить с собой друзей. Ай. Больно в ноге. Блин, а что они все в этом? В укрытиях. Так, почаны, не стреляйте. Я плохо стреляю, господа, вы же знаете. Так, выменили первого. Как будто там хороший гонг. Как он так стреляет? А есть интересно, как в этом? То есть я присаживаюсь? А, я просто прячусь как бы. Ну ладно. Как он это делает? Типа рэпид фаер, все дела. Добито. Но знаете, ощущение от оружия неплохое. Ну давай. Все, я прошел. Я сейчас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла. Ой, как я не люблю взламывать, вы бы только знали. Ну ладно. Сканирование. Зажмите. Просканировать объект надо или что, не пойму. Подсвеченный золотым. И назад взлом, да? Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Что надо сделать-то? Телевизор взломать? Так. Ну запрос. Спустить. Ну отправка скрипта, а что делать-то? Я настолько не понимаю, а что делать, вы бы так представляли. Ладно, лучше разобраться с этим сейчас. Ну взломайте телевизор. Нет, нет, нет. Давай сначала. Да ты рофлишь с нуля всю эту залупу проходить. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Ну зажмите тап. Поскольку кибер выбирать скрипты и отвлечение врагов. Ну готово. F. Отправка скрипта. А что сделать-то надо? Ну я реально не понимаю, в чем прикол. Вон вижу, загрузка идет. 1-3 сменить цель. Отметить. Без понятия, что сделал. Гребаные корпораты. Торжество формы, блядь. Хорошо. Теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устрани. На какую кнопку? На F. Давайте не смертельно повреждем. Не смертельно повреждем. Повредим его. Главное, не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Куда? Угу. Это я понял, это легко. Так. Теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Можно пропустить эту хрень? Удачи. Ну давай контроль камер. Запустить. Использовать элементы окружения, даже врагов. Ну вот это можно. Так. 55, 55, бд, 55. Еще. Демон ледокол. Нужно воспроизвести последовательность. С первой строки. Ни хера не понятно. Честно, я не понимаю, как это работает. Круто работает. Да, пафосно, но что-то бред. Ну я запустил гранату. Почему это так долго грузится? А, нужно выйти было. Такой себе. Видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну что ж, мудрый командир привел тебя прямо к победе. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь? Если хочешь. На улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Все обучающий модуль пройти. А, нет. Скрытность. Ну ладно, давайте хер с ним. Надо сделать в любом случае. Чтобы знать, как это работает. Сначала немного поработаем на твоей скрытности. Давай. Так, сканирование. Что мне это дает? Нажмите. Посмотреть. Нажал. Все, я просканировал, да? Сканирование. 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 Хорошо. Я все сделал, что надо? Вроде бы я их отметил. Я не всех отметил, да? Полагаю. Я не понимаю. Колесико нажать. Не колесико. Ни хера не написано в управлении. А, колесико. В вашем будет жить своей жизнью. Найдите закономерность его поведения. Примените изученные, чтобы незаметно пройти мимо. Ну, может мне просто повезет, а я пробегу? Ну, это псина стоит и палит. Может он уйдет нафиг куда-нибудь? Так, тревоги. Ну, что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Так, а что я проиграл опять? Мне ничего не надо перезапускать. Все было хорошо. А как пройти-то здесь? Алло. Ну, это что за рофл? А, вот так можно. Ладно. Ну, все равно стелс говно из говна. Извините меня. Ненавижу стелс. Так, на элементы систем безопасности. Турели. Хорошо. Теперь то же самое, только с камерой. Мне надо между камерой проскочить как-то. Но это несложно, в принципе. Ладно, вроде бы получилось. Ура. Давай. Давно пора. Это же так интересно. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бой. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бой. Ой, давай. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. На что ворачиваться? Я из Дарксауса, я умею. А ты сможешь. Где этот пес? В смысле? Попробую ещё раз. В смысле? Он не попал по мне, ты чё? По стелсу что ли надо? Ну схватить врага. я не пойму вы чё от меня хотите как же дерьмово здесь выполнено переключение между как бы этими миссиями перезагрузка это сана чё от меня хотят вы издеваетесь я пытался подкрасться нету этой залупной кнопки а вот теперь появилась да неужели же превышает отмечены будьте очень осторожны какая дичь так ну давай быстро так это я могу что такое вставай родной раз два три четыре хорошо да сильно так я тебя тоже могу заряжаем но но слюстят я заметил сильными пробить а быстрыми атаками три раза это же так важно а зачем мне это и понимать но это же очевидно сильно атаку заряди братан честно это самое наверно одно из дерьмовых обучений которые я вообще видел серьезно супер говнястое обучение очень не понравилось но я заблокировал чем не надо сделать я понял что можно блокировать обычный можно блокировать сильные зачем мне этому учиться какой бред какой бред не понял как это сделать ну ладно еще разок примерно понял а вот это было хорошо этот вообще не должен по тебе попадать не подставляйся ну хорошо ты прошел путь дебилов мой юный ученик мне больше нечему тебя научить теперь перейдем к холодному оружию бери меч да я понял ну чё мне каждый раз эту залупу обучающую показывать ну какой-то этот kingdom come deliverance как бабка и сказал хиро себя нормально как бы они со стволами я с мечом весело здорово мое почтение тому что обучение придумал просто гений гений до боли от битвы обучения сложно было придумать но они справились разработчики мое почтение обучение говно из говна ну давай чё подробности сказала как лучше выполнять этот заказ я тебе не мама тебе платят ты думай работа легчайшая ну поехали я готов но на этом мы наверное закончим потому что мне еще надо зарендерить залить пока что просто сохраню игру и в ближайшем времени мы продолжим надеюсь вам было интересно как это выключить теперь-то огромное спасибо спонсорам канала а также всем спасибо за просмотр и надеюсь что видео вам понравилось если это так то можете поставить лайк и подписаться это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше также можно нажать колокольчик чтобы не пропустить новых роликов у нас все честно если не понравилось ставим дизлайк в описании всегда есть интересные ссылки также можно посмотреть и другие мои ролики всем всего хорошего счастья здоровья чтобы все у всех было хорошо с вами был хилхердс